Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Совсем недавно на Diamond Roleplay произошел большой слив. Нет, большевичку в очередной раз не слили, с этим-то все как раз таки нормально. А вот на Diamond Roleplay кое-что слили. Ну а давайте перед всем этим я вам скажу вот парочку ласковых слов. Аризона Роллиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. А вся эта, а также дополнительная информация находится в описании. Также по ссылочке в описании вы сможете найти мой телеграм-канал, в котором опубликуется информация насчет обзора и вот многое другое. Там ролики после обзора, там какие-нибудь записи после обзора. Все это публикуется именно там и нигде более. В общем-то, давайте уже приступим непосредственно к самой новости. Не так давно, в числах, по-моему, там, я не знаю, 23-х, 24-х, там, я не знаю, возможно, 22-х, да, там, вот это вот. На Diamond Roleplay произошел слив базы данных, как сообщает Самворл. То есть это все по информации из Самворл дойдет. То есть, там, вот, 24-го числа на Diamond Roleplay, вот, то есть баг, то ли слив, то ли баг какой-то вот этой вот, знаете ли, базы данных. И игроки смогли обнаружить вот такой, знаете ли, редизайн, ретекстур завода, который разработчики планировали добавить вот в выходные. Но, по факту, то есть их увидели намного раньше. И вот у меня к этой новости сразу есть большое количество претензий. А почему интерфейс, интерьер, экстерьер, я не знаю, маппинг, как это все называется, почему это находится в базе данных? База данных, это же вроде, знаете, типа, там, у того-то игрока Васи Пупкина, там, 2 миллиарда вертов, а у, там, я не знаю, Петра Селедкина у нас, там, я не знаю, 1100 вертов, да. И вот при регистрации он ввел никнейм Данте Коннор, и все это происходит на Arizona Roleplay Phoenix. То есть база данных, она же вроде как нужна вот конкретно для этого. А в данном случае, ну, появляется большое количество вопросов ко всему этому. А не специально ли они сделали данный слив, для того, чтобы, возможно, поднять какой-то ажиотаж перед вот этим вот всем обновлением, которое у них в скором времени будет? Ну, серьезно, подумайте сами, как в базе данных могут выводиться объекты? Тем более, такие объекты, это же, блядь, маппинг, это же, блядь, изменение карты GTA San Andreas. Каким образом все это выводится в базе данных? Мне все это абсолютно непонятно. Как все это работает, скажем так, оно, вот, абсолютно, блядь, непонятно. Ну, вот, то есть, ну, абсолютно, блядь, ну, ничего подобного там нету. Как это работает, я не понимаю. Вот поэтому у меня есть несколько предположений того, как все это произошло. Либо это специальный слив от команды Diamond Roleplay, дабы поднять какой-то ажиотаж, мол, там, проект вот эти вот все написали, мол, там, слили, там, произошел баг вот этой вот базы данных, и по итогу получилось все именно так. Либо после ухода того редактора, который всегда был в Самворлде, тот, видимо, редакторы начали писать какую-то пост, какую-то, вот, знаете ли, постную хуйню, и вот получилось все именно так. Самворл, тем не менее, все равно остается одним из лучших GTA Sanp журналов, которые есть на данный момент. То есть, он не сравнится ни с каким журналом, ни с Rockstar Bombit, ни с, уж, бог, господи, прости, LiveSamp, то есть, ничего это не сравнится. Однако, как объект выводится в базе данных? Вот этот вот, блядь, большой объект, вот, то есть, скриншот вы там уже видели, как это все выводится в базе данных? Лично мне все это, скажем так, непонятно. Каким образом все это происходит? То есть, ну, в самом деле, ну вы что, ребят? Ну, блядь, баг в базе данных. Вы о чем? Однако, однако, ладно, я все могу понять, то, что баг в базе данных. Я не заходил на Diamond Roleplay, да и каких-то после всего этого, после всей этой новости, после всего этого, скажем так, слива, я больше не видел каких-то особых таких новостей. По итогу, Diamond Roleplay, там, в выходные или еще в какое-то время, он добавил этот самый баг, вот этот вот, блядь, самый слив, мод и так далее, или это все, как бы, будет, потому что я записываю вот эту вот, знаете ли, озвучку еще до выходных на этой неделе, поэтому, как бы, ну, забавненько. Как-то, знаете ли, даже странненько. Возможно, что в эти выходные, вот прям в число, я там, не знаю, 21 февраля или, там, знаете ли, в 1 марта все это реализуют, все это выпустят, и получится так, что реально, видимо, Diamond Roleplay специально сделали, вот, устроили весь этот слив для того, чтобы вот просто как-то поднять какой-то ажиотаж перед всем вот этим вот обновлением. То есть, на войне, а тем более на GTA-самповской войне, где все проекты, там, борются за каждого нового игрока, все способы хороши. Все, абсолютно, все, что вы только видите, оно все хорошо, за исключением какого-то, знаете ли, паскудного мразонства, когда, допустим, я чисто гипотетически представляю, в Сампе такого вроде как не было, но вот, допустим, когда какому-нибудь ютуберу, там, дают деньги для того, чтобы он обосрал другой проект за деньги. То есть, если какой-то проект вот так вот оклеветают, кроме, ну, не оклеветают, а оболгают, будет, вернее сказать, кроме, допустим, Evolve Roleplay, то я за этот проект без разницы, какой он там, Grand Roleplay, там, я не знаю, там, Trinity Roleplay, Gambit Roleplay, если его вот так вот оклеветают за деньги, то будьте уверены, я за него вступлюсь и сделаю какие-то вот эти вот самые действия. Как было, допустим, ну, там, возможно, не особо это подходит, но вот как была вот эта вот ситуация, знаете ли, с Владиславом Павловым и Николаем Бурцевым, когда они для того, чтобы просто развить какие-то свои вот эти вот, знаете ли, сервера, по типу там Аврору, Roleplay и так далее, когда вот они всё это сделали и решили вот таким образом убить Reavent Roleplay. Но ничего, разумеется, у них не получилось. К счастью, к счастью, ничего не получилось. И тогда я за всё это вступился, выпустил там один часовой ролик, где всё это в деталях разобрал. Поэтому, в общем-то, как-то так будем следить за развитием всех этих событий. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Вся эта и другая информация находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь со всей этой информацией полностью. Всем спасибо, всем пока.